Добрый день! В этом номере гудка, на второй странице, читайте о нестандартном решении пригородной компании. Относительно недалеко от Красноярска есть два таких города, как Ужур и Шарыпово. В первом живет около 16 тысяч человек, в другом раза в два больше. В краевой центр Красноярска люди добираются на автобусах, потому что до ближайшей станции, где есть пригородные сообщения, до Ачинска, 150, в общем, где-то полтораста километров от каждого города. При этом там ходит электропоезд, коммерчески ускоренный, но наполняемость его крайне низка, там что-то около 100 человек. При этом в самом Ачинске садится в поезд только 20 человек, а ходит он трижды в неделю. Так вот, пригородная компания решила сделать этот маршрут рентабельным, наполняемым и тем самым еще и помочь Ужурцам и Шарыповцам. Вот что они предлагают. Они хотят запустить от Шарыпова и от Ужура автобусные маршруты до Ачинска. И подвозить таким образом людей, мультимодальный такой ход сделать, к этой электричке. И тогда, если эффект будет, если народ будет пользоваться такой услугой, то запустить такую электричку не трижды в неделю, как сейчас, а чуть ли не ежедневно, по потребности. То есть таким образом они будут конкурировать с автокранспортом. Не только это планируется. Планируется другими способами привлекать от автотранспорта, от смежников. Здесь и билет будет подешевле, сделают скидки и, возможно, такое удобство придумают, как терминалы. То есть не надо будет два билета покупать и сначала на маршрутку, потом на электричку, а такой общий проездной. При этом такие мультимодальные проекты у пригородной компании уже срабатывали. Так что, возможно, сработает и этот. В прошлом году в Девногорске, это недалеко от Красноярска, была очень низкая наполняемость поезда Девногорск-Красноярск и даже планировали его закрывать. Что сделали? Они запустили с дальних окраин Девногорска к станции маршрутки и заполнили поезд. И теперь вопрос об отмене его не стоит. Добрый день. В свежем номере ГУДКА на третьей странице читайте материал о том, как горы вдоль Восточно-Сибирской железной дороги одевают в кольчугу. Четыре скальные участка, там, где Транссиб проходит вдоль Байкала, в этом году оденут специальную камневую лавню, любующую металлическую сетку. Район здесь очень сложный. Оползни, сели, обвалы, паводки очень многочисленные, и они повреждают пути. Сторожи помнят, как еще в 1971 году такой оползень, сошедший с горы, разрушил 4,5 километра верхнее строение пути, повредил 23 сооружения, и было размыто земляное полотно. Движение на Транссибе было остановлено на 4,5 суток. И вот, чтобы этого не происходило, сейчас горы одевают сеткой. Это какая-то новая технология, используется сетка двойного кручения из осынкованной проволоки, и она позволяет оптимально наиболее сдерживать камневые потоки. Раньше применялась для защиты от камнепада, использовалась технология выброса бетона на гору, то есть, как бы, возможный исход камней предотвращался тем, что их цементировали. Однако, с течением некоторого времени, этот бетон, собственно, сам становился камнем, который также мог сойти на дорогу и повредить верхнее строение пути. Кроме укрепления сеткой гор для предотвращения схода камней, используются еще и бермы, которые устанавливаются для укрепления берега, размываемого Байкалом. А так как дорога там достаточно близко подходит к берегу Байкала, то это становится периодически, наверное, тоже серьезной проблемой движения по этому участку пути. Добрый день. 27 апреля Государственная Дума приняла поправки в Гражданский кодекс, который прошли первое чтение. Основные положения этого закона вступят в силу 1 сентября этого года. И одно из главных нововведений – это изменение режима прав на недвижимость и земельные участки. Для ОАО РЖД это означает, что компания может утратить право на те объекты, которые находятся в полосе отвода, и не сможет противостоять незаконным и самовольным застройщикам. Дело в том, что с сентября права на все объекты в полосе отвода перейдут к собственнику участка, которым, как правило, является государство. Другой блок поправок касается перехода прав на непрофильные объекты недвижимости. В ОАО РЖД более 550 различных объектов медицинского и образовательного назначения. И, согласно новым поправкам, теперь переход прав на эти объекты к муниципальным органам власти получается невозможным сохранением режима их бесперебойной работы. Такие объекты теперь придется сперва ликвидировать, а затем уже передавать на баланс муниципальным органам. Конечно, все это существенно ухудшает правовое положение компаний, да и сильно увеличивает расходы. Ведь, как ни крути, даже для получения новых статусов аренда пользователей придется все равно дополнительно платить немалые деньги. К примеру, если компания захочет стать собственником такой земли, то ежегодные расходы ее на недвижимость и участки возрастут более чем 180 раз. Таким образом, компания, конечно, направила свои предложения и поправки для того, чтобы скорректировать документ. В Госдуме обещают ко второму чтению учесть все поправки, которые пришли как от крупных компаний, так и от общественных организаций, профсоюзов и так далее. О привлечении перспективной молодежи в науку читайте на пятой полосе свежего номера ГУДКа. Объединенный ученый совет у АОРЖД в настоящее время разрабатывает стратегию подготовки научных кадров, который определит требования к специалистам в этой области и поможет снизить дефицит молодых ученых в отраслевых научно-исследовательских институтах и вузах. Об этом я беседовала с ректором Ростовского государства Университета путей сообщения Владимиром Ивановичем Колесниковым. Он рассказал, что одна из основных задач стратегии – это подготовка молодых научных кадров, которые будут динамично работать на передовых направлениях науки в интересах железнодорожного транспорта, продвигать инновации, повышать научный потенциал компании. При этом предусматривается ротация кадров между вузами и железными дорогами, то есть от реализации стратегии выгодят и отраслевые учебные заведения. Конечно, перспективная молодежь не идет науку в первую очередь из-за проблем материального характера, относительно невысокой зарплаты у ученых, низкой стипендии аспирантов-докторантов, неясности жилищных перспектив. Однако Владимир Иванович считает, что нельзя все сводить к материальной составляющей. Сегодня, к сожалению, престиж профессии ученого в обществе принижен, катастрофически не хватает хороших познавательных передач о них и вообще о науке. В Ростовском госуниверситете путей сообщения вопрос стоит так. Нет науки, нет полноценного образования. Вовлекают ребят научную деятельность с первых лет обучения. Активно работает студенческое научное бюро, кружки, конструкторские бюро. Введено в практику привлечение студентов-аспирантов к работе по научным хоздоговорам. С оплатой не менее 10% от фонда заработной платы по договорам. Материально удается поддерживать молодых ученых за счет средств университета. Там введены собственные гранты, оплачиваются командировки, публикации и участие в конференциях. В целом, все это дает хороший результат. Достаточно много перспективной и активной работающей в науке молодежи. Вместе тем, молодой ученый, работающий над созданием новой или совершенствованием существующей транспортной техники или технологии, дает действительно передовые знания студентам, а не учат по конспектам многолетней давности. В связи с этим, тематика исследований молодых ученых должна соответствовать перспективным направлениям развития УТСЛ. Несколько дней назад завершился чемпионат России по баскетболу. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» из Краснодара занял в этом турнире третье место, завоевав бронзовую медаль. Это, в общем-то, первый успех краснодарцев в их истории. С того самого момента, когда клуб перебрался из Ростова в Краснодар. Серьезный вклад в успех команды внес защитник Сергей Быков, капитан команды, который проводил в «Локомотиве» только первый сезон. В своем интервью для «Гудка» Сергей рассказал о том, каким получился для клуба не только чемпионат профессиональной баскетбольной лиги, но и о выступлении в единой лиге ВТБ, о выступлении в Кубке Европы. Как признался Сергей, он считает результат, показанный «Локомотивом Кубанью» в этом сезоне, удовлетворительным, и, можно даже сказать, хорошим. И действительно, железнодорожники не только выиграли бронзовый чемпионат России, но также добрались до финала четырех единой лиги ВТБ, а в четвертфинале Кубка Европы они лишь по дополнительным показателям уступили подмосковным «Химкам». При этом Сергей отметил, что начало сезона у «Локомотива» не очень-то задалось, потому что, по сути, была новая команда, пришло много новых баскетболистов, и был новый тренер Бажидар Малькович, и поэтому нужно было время для того, чтобы сыграться, чтобы игроки стали понимать своего наставника. И при этом «Локомотив» с самого начала удачно выступал на своей площадке, а вот некоторые проблемы на выезде случались. Но прошло время, и, как сказал Быков, «Локомотив» научился побеждать и в гостях. Ну и Сергей также подробно рассказал о том, как проходила серия за бронзовые медали, где Локов встречался с подмосковным «Триумфом», и о своем отношении к главному тренеру команды Бажидару Мальковичу, о взаимоотношениях с партнерами. Ну и рассказал о том, что следующий сезон также проведет «Локомотиве» Кубани. Ну а подробнее о выступлении «Локомотива» в чемпионате России в других турнирах и мнение Сергея Быкова вы сможете прочитать на страницах нашей газеты.